Девушки отдыхают Такий изысканный вкус Я возьму парочку И что-нибудь к шампанскому Хорошо Алло Алло, Анют, я на секунду Слушай, я хотела сказать, что торт мы с Максом завтра принесем Торт, а зачем? Да я сама все куплю Так, не спорь со мной, это вообще-то мой вклад в твое новоселье Кстати, как там Никас? Вещи уже перевез? Ну, в процессе Ну, как только чемодан увидишь, считай, что кольцо у тебя напалится Я тебе говорю, в процессе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Опять вы? Что вам от меня надо? Мне от вас ни черта не надо. Я здесь живу. Это моя квартира. И мы с вами соседи. Говорили, дом приличный. Я так и знала, что ты играешь. Я не играю, а тестирую новый продукт. Я тебе звонила пять раз. А если бы меня убили? Эй, подожди. Что случилось? Ты нашего соседа видел? Он на бандита похож. Я чуть с ума не сошла. Ну все в порядке? Он тебя не обидел? Нет. Напугал. Садись. Ну все, все, все. Успокойся. Все, тихо, 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 тихо. А я, между прочим, соскучился. Да. Вот сижу тут, работаю, а вся голова тобой забита. Каждая мыслишка о тебе. Может, это любовь? Ну, конечно. Смотри. Смотри, какая графика. Я до сих пор не знакома с твоей мамой. Мои сегодня придут, а твоя мама вечно в санаторий. Ну, она часто болеет. Возраст. А еще ты до сих пор не переведу свои вещи. Кстати, о вещах. Когда гости будут? В шесть. Я отъеду ненадолго. Вернусь вовремя, обещаю. Здрасте, Ольга Иссен. Я за Анютиком. Анютик, Анютик. Анютик. А что случилось? Девочка ведет себя очень агрессивно. Дерется. Разбила мальчик у нас. Петя обозвал меня козявкой. Ну, так... Это же не агрессия. Это защита чести и достоинства. И что? Сразу драться? Ну, иногда нет других способов поставить хаму на место. Вообще-то, мы собирались позвонить ее маме. Но, к сожалению, телефон был недоступен. Ольга, скорее всего, на совещании. Ну, вы же понимаете, детская агрессия – это очень серьезно. Это нужно к психологам, к специалистам обратиться. Слышишь, агрессор? Я проведу с ней воспитательную беседу. Скажи пока. До свидания. До свидания. Ты что делишься? Ну, если что, прикроешь на пару дней, окей? Так, а что с чемоданом твоим? Завтра заберу. Слушай, а почему ты не можешь у своей девушки оставить? Как ее? Аня? Ну, потому что... Не твое это дело, друг мой Юрий. Слушай, вы же вместе жить собрались, квартиру сняли. И вообще, как ты собираешься теперь? Ой! Привет, Оль. Как дела? Это куда это вы собрались? Ну, воспитательница до тебя не дозвонилась. Вызвала меня. А у меня мобильный разрядился. Я только сейчас заметила, что из садика звонили. Наша дочь разбила Питя нос. За дело. О, Господи, Анют, как ты могла? Ладно, потом поговорим. Машь в машину. Я хочу к папе. Нет, не сегодня. В другой раз. Сегодня ты наказана. Драться плохо, Анюта. Но, мам, я хочу к папе. Быстро в машину. Я же тебя просила, не лезть в нашу жизнь. А я не лезу в вашу жизнь. Я просто хочу вам обоим напомнить, что Анечка и моя дочь тоже. Не забывайте об этом. Вас забудешь. Малышок, у взрослых всегда все сложно. Ты на это внимание не обращай. У тебя всегда будет мама и папа. И я всегда буду рядом с тобой. Обещаешь? Обещаю. Пацаны. Пока. Пока. Всего доброго. Счастливо. Ну, рассказывай. Что рассказывать? Все. Чем занимаешься? Что в будущем для себя готовишь? Глеб. Ну что, Глеб? Я человек прямой. Хочу знать, с кем моя дочь вместе будет жить. Да все нормально. Я работаю программистом. Где? Много где. Я, так сказать, фрилансер. Фрилансер? Странное какое слово. А как оно по-русски будет? А по-русски это будет свободный художник. О-о-о. Вот. Работаю там, где могу быть полезен. Сейчас у меня контракт с несколькими фирмами. Ну, зарабатываешь хорошо, значит, да? Да не жалуясь. У меня тост. Давайте наполним бокалом. Чуть-чуть. Ага. Спасибо. Анечка. За то, чтобы ты нашла свою дорогу в жизни. Ой, зря ты институт бросила. Зря. Нет. Теть Вольня, зря, не зря. Об этом потом поговорим. Да. Ой. Пап, ты сушу попробуй. Извините, пожалуйста. Очень важный звонок. Я отойду на секундочку. Вы вообще зря волнуетесь. Я, например, когда из института ушла, у меня мама так переживала, переживала. Ну, теперь-то я дизайнер. Нет, я это хоть и добавляй. Да. Да никуда я не пропал. Ну, я занят просто. Мам, ну, мне нравится моя новая специальность. У меня жизнь как-то стала интереснее, ярче. И у меня, наконец, ощущение, что я занимаюсь своим делом. Своим, понимаешь? Понимаю, понимаю. Ну, все-таки жаль. Из тебя такой хороший врач получился бы. Ну, ничего страшного. И дизайнер получится. Смотрите, какую она курсовую работу то сделала. Ну, ладно. Это еще рабочий вариант эскиз. Ничего страшного. Филипп старт тоже с чего-то начинал. Ну, да. Это что же такое? Папа, это вешалка. Ты что, не видишь, что ли? Ой. Скорее орудие пыток. Ты что, порезался? Покажи. У меня пластырь в ванной иностранной машине. Ничего-ничего. Я сам иду. Я же сказал, что помогаю двоюродной сестре. Нет, это ты давишь. Все, я перезвоню. Подрабатываю в одном банке. Хотели, чтобы я сегодня приехал. А у меня законный отгул. Ну, да. Конечно. Кто-нибудь будет есть суши или нет? Я что-то не поняла. Да, я иду. Затлеил? Угу. Подожди. Я вижу, что тебе Никас не нравится, но ты его просто не знаешь. А ты? Ты знаешь? Я знаю. Он добрый, талантливый, заботливый, нежный. Он меня любит. А ты? И я его люблю. Папочка, миленький, я понимаю, что ты хочешь меня защитить, но не надо. У меня все хорошо, я счастлива. Ну, правда. Анька, Анька. Пойдем суши есть. Ну, пошли. До свидания. Всего хорошего. Так, так, отлично. Макс, музыку врубай! Макс, давайте так. У-у-у! У-у-у! Макс, ну так, два пальца, движешь, два пальца. У-у-у! Левая, Левая, Левая. Это импровизация! У-у-у! Прости, надо отойти на минутку. Ань, ну, надо ответить. Ой, какой же ты спушный. Макс, Макс, я хочу еще вина. Принеси мне, пожалуйста, Соседи, а можно потише? Ты чего тут мерзнешь? Ой, здрасте. Здрасте. Музыку можно потише? Ночь на двери. Здрасте. Да, конечно, возьмусь, пожалуйста. Слушай, говорит, что мешаем сильно. Лена, прекрати. Ой, а кто это у вас там? Я тебя прошу, пожалуйста, не ори, ладно? Знаете, мне кажется, с вами очень опасное медело. Вы боец? Нет. Но у вас во взгляде что-то такое опасное. Лена, что вы тут за это? Смирай. Я тут общаюсь, между прочим, с очень интересным молодым человеком. Не мешай мне. У меня сейчас проблемы будут с соседями, пока ты с ним пообщаешься. Макс, забирай, пожалуйста. Лен, все, пошли. А где винар? Я же просила. Ты орешь, ты орешь. Слушайте, я-то ничем не рискую. Мне и тех денег хватит. А вот у вас будет проблема. И крупная. Ну, короче говоря, я надеюсь, что мы друг друга поняли. Завтра. Отлично. И вам всего наилучшего. Анечка, прости, я закончил. Эй, ты чего? Ну, чего? Я пришла спросить, ты когда свои вещи перевезешь? Ну, на днях, думаю, с делами разберусь. С какими? Айня, у меня много разных дел. Я, как и все, пытаюсь выжить в это непростое время. А скажи, у тебя дела какие-то, они секретные, я не пойму. Ань, ты чего вообще? А у меня такое ощущение, что у тебя своя собственная жизнь. Я не знаю, что у тебя за друзья, что у тебя за работа. Я вообще о тебе ничего не знаю, ты понимаешь? Мама в санаторий, вещи перевезу как-нибудь. Все позже, все потом. Класс! Ребята, ребята, вы вообще с нами, нет? А? Видимо, нет. Знаете, мы, мы пойдем домой. Вам, вам огромное спасибо. Было все за бесс. Потусили, поразвлекались, квартира вов. Так что вы, все, все, все будет хорошо, провожать нас не надо. Мы пойдем домой. Да, Макси? Торт. Я сказала, пошли домой. Домой. Я свет выключу? Хочу со светом. Котенок, ну нельзя со светом. Все люди спят в темноте. Давай. Оль, может, хватит потакать капризом? Ребенок давным-давно должен спать. Эдик, да ничего страшного. Она просто переволновалась сегодня. Дело не в сегодня. Дело в том, что воспитание должно быть последовательным. А то сегодня спать при свете, а завтра еще что-нибудь. Я выключаю свет. Я хочу со светом! Анют, да что такое, господи, у тебя ничего не болит, а? Все болит! Здесь болит! Вот об этом ты должна поговорить со своим бывшим. О чем поговорить, Эдик? О том, что он портит ребенка. Это ты все портишь! Это ты украл нас в мамке! Я не люблю тебя! Мамочка, умоляю, отпусти меня жить к папе! Солнышко, Эдик! Худо тебе нового ребеночка родить, а у папы никого нет, только я, я! Иди сюда! Я тебя очень сильно люблю! Эдик, уйди уже отсюда! Это что? Ну, посмотри! Это мы! Ха-ха-ха! Здорово! Я думал, преподнесу тебе после вечеринки! Ну, так и получилось! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Ай! Что это? Это было не все! Ага. Привет, Аня. Прости, я не разбудила. Я мобильник свой никак не могу найти. Может, я его вчера забыла, а? А, ну, проходи, посмотрим. А куда же я его могла деть? Вы посапались вчера. Как? Все в порядке? Да, нормально все. Ясно. А Никас там? Да. Никас! Подъем! Не ори, пожалуйста. Иди на кухню, кофемалку. Щелкни. Хорошо. Я его распужу. Отлично. Никас! Никас! Соня, просыпайся. Там Ленка пришла. Никас! 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 Соня! А-а-а! Тише, тише, хорошо, моя. Я прошу тебя, выпей водички. Выпей водички, возьми себя в руки. Все будет хорошо, слышишь? Давай, вот. Давай, умница моя. Вот-вот-вот, чуть-чуть. Давай, еще-еще. Давай, умница. Вот. Да, молодец. Ты мне сейчас расскажи, что у вас случилось, ну. Тише, 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 тише. Ань, вы уже поругались вчера, так? Поругались, да. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть поругались. То есть мы потом помирились, помирились. Не трогай меня. Ты что, думаешь, что это я? Нет, Аня, я так не думаю. Ты думаешь, что это я? Я не могла его убить. Аня, подожди, я так не думаю. Я его любила. Ты что, дура, что ли? Да я просто пытаюсь тебе помочь вспомнить. Да что вспоминать-то? Мы поругались, потом, потом мы помирились. Что, потом мы спать легли. Кажется. Кажется. Что значит, кажется? Я не помню. Я не помню. Не помню. Тихо. Тихо, тихо, давай. Тихо, тихо, телефончик. А ну-ка, ответь. Давай-давай-давай-давай. Отвечай. Алло. А, извините, это Аня, правильно? Да. А могу я Никасу услышать? Это срочно. А, это не Никас. Алло. Здравствуйте, меня зовут Лена, я подруга Аня. Никас сейчас не может ответить, и Аня тоже. Что-нибудь передайте? Передайте ему, чтобы он не забыл сегодня забрать чемодан. Хорошо, я поняла. До свидания. Слушай, Аня, ты знаешь, кто такой Юрик? Нет. Никас сегодня должен был у него забрать какой-то чемодан. Ну, Лена, надо в полицию звонить. КОНЕЦ 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ Значит, вы говорите, пропал ноутбук. А кто-нибудь может подтвердить, что он вчера здесь был? Ника вчера сидел, кажется, последним в интернете. А где сидел? Здесь, да. Понятно. Там в вазочке деньги. Это ваше? Да, это за квартиру. Получается, что некто забрал ноутбук. А деньги лежащий на самом виду не взял. Товарищ следователь, ну что вы к ней пристали? Вы что, не видите, что ей и так нехорошо? Ну, понятно. Значит, никаких соображений по этому поводу нет. Ладно, давайте вернемся к вчерашнему вечеру. Только желательно поподробнее. Когда пришли, когда ушли, ну и так далее. Мы были в Аля Рада. Вчера. Это ночной клуб. Вот как? Да, нас не было. Да, 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 да. Мы поехали туда примерно где-то к одиннадцати. А расстались. Слушайте, я уже не помню, светало. Так что его мог кто угодно. Хорошо, проверим. Мы сейчас опечатаем спальню. Если у вас там остались какие-то личные вещи, то можете забрать. Только потом покажите, что взяли. Вот так, на всякий случай. Я можно помогу тоже? Да, конечно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, пошли. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Давай, дорогая, собирайся. Вот. Девочки, значит, при захвате сзади ваша основная задача – это палец противника. Слава, помоги мне, пожалуйста. Вот, противник произвел захват. Чтобы ослабить выхватку, у вас есть три варианта. Первый – это удар рукой в пах, либо удар ногой в стопу противника, либо удар затылком в голову. Одновременно с ударом вы производите захват. Например, удар в пах. И дальше делайте с противником все, что хотите. Ну, что вы делаете? Так, ну, в двух дальних квартирах никто никого, ничего и не слышал, и не видел. А хозяин этой квартиры шел на работу. С ним соседка с утра столкнулась. Да, не грустно. Зато он работает где-то здесь, рядом. В Марабу. Ну, это фитнес, там, то ли тренер, то ли что-то типа того. Хорошо. Значит, так. Сейчас тогда пойдешь в этот фитнес, поговори с хозяином. Заодно и разузнай, обо мне поймите что-нибудь. Ладно. Да. Тут к тебе из органов. Спасибо. Добрый день вам. Здрасте. Я по поводу убийства у вас на лечочной клетке. Какого убийства? Били вашего нового соседа, Николая Михайлика. Вы знакомы? Нет, не знакомы. Там соседи по сто раз в год меняются. Квартира сдается. Понятно. Ну, может быть, вчера вечером что-то слышали. Ну, там был гудеж, вечеринка какая-то. И я выходил на балкон и высказывал свои претензии. К кому? Ну, соседке с ее подружкой. Вы уверены? Подтвердить сможете? Слушайте, я так не люблю вашу эту бумажную лакиту. Это понятно. С вашей сосудимостью. Но я буду настаивать, чтобы вы присутствовали при составлении протокола. Хорошо, пишите, я подпишу. Ладно. Я правда плохо помню, потому что мы много выпили. Скажите, а вы не припомните, во сколько вы уехали в клуб? Часов в девять, в десять. В десять. Вы занимаетесь делом моего сына? Вы, мать Николая Михайловка? Да. Здравствуйте. Я так хотела с вами познакомиться, а вы всегда в санатории были. Кто это? Это девушка вашего сына. Какая девушка? У него не было никакой девушки. И в санатории я не отдыхала. Кто это? Вы знаете, она обнаружила тело Николая. Так это она. Это она. Она убила! Тихо, тихо, успокойтесь. Она! Я его не убивала, я его любила! Тихо, тихо. Зачем? Зачем вы ее отпустили? Пожалуйста, сядьте. Зачем? Сядьте, успокойтесь. Коленька. Я сейчас водички пью. Коленька был такой хороший, такой интеллигентный Иванчик. Что? Вот вы все. Что вы с ним сделали? Иван! Ну что, услышали про судимость? В общем... Да ладно вам. Долгие проводы, лишние слезы. Я все понял. Вань, ну, клуб у нас солидный, ну, для респектабельных клиентов. И мы не можем позволить бросить на себя тень. Ну, ты, ты мужик нормальный, я против тебя ничего не имею. но это бизнес, Вань, ничего личного. Зайди в бухгалтерию, получи расчет. Извини. Василькова сказала, что ноутбук пропал. А вот подруга никакого ноутбука не видела. То ли это убитый спрятал ноутбук, пока они в клуб ездили. Или Василькова спрятал, чтобы подозрения от себя отвезти. И вот что, проверь-ка ее альвиз-клуба. Альвиз-клуба. Альвиз. Альвиз... Альвиз-клуба. Альвиз-клуба. Альвиз. Вы, вы, вы кто? Девочка, тебе знать это совершенно незачем. Слушай, красавица, лучше спать будешь. Ну, только после того, как товар дадите. Усекла. Какой товар? Да что ж там происходит? Не тупи! Товар у Никаса! Никаса нет, он умер! Точнее, его убили. Иди сюда. Что происходит? Успокойся. Что надо вам? Успокойся, успокойся. Мы уходим. Пошел. Пошел. Зря ты так. Я знаю. Может, это были знакомые? Ну, этого вашего. Никаса. Ну, да. Да нет, откуда? Это же бандиты натуральные. Ну, меня в первый раз тоже за бандиты приняли. Помните? А эти, это какие-то сотрудники охраны, что ли? Сразу не разберешь. Нет, нет. Это какая-то глупость. Никас не мог общаться с такими людьми. У него все друзья были, но... Ну, в общем, вы не знаете, кто были его друзья. Значит так, звоните в полицию. Про меня ни слова. Скажут, что пришли эти двое. Вы шуганули их своим этим произведением. Я? Вы. Простите, у меня своих проблем выше крыши. Мне еще ваше ввязываться со всеми. Нерезон. Я не мог звонить. Они и так меня подозревают. Ну, значит, вариант только один. Найти то, что у вас просят и решить проблему. Удачи. Я через дверь выйду. Заключение по орудии убийства Михайлика. Ну, и что? На ручке ножа только одни отпечатки. Васильковой Анны. Обратным хватом. Удар сильный и точный. Андрей Григорьевич. Ну, неужели пьяная девица может нанести такой удар? Ну, если она спортсменка. Василькова не похожа на спортсменку. Она на курсы дизайна ходит. Ну, может, она была в состоянии аффекта. Знаешь, женщина в состоянии аффекта еще не на такое способна. А вы обратили внимание, что отпечатка большого пальца на ноже нету? Нож без гард. Рука бы соскользнула. Порезалась бы. Ну, не факт. Ну, ты молодец. Видишь нюансы. Так, что у нас с клубом? Сейчас еду, собираюсь. Алло, Вань. Слушай, у меня такая ситуация. Мне надо Анюту оставить с тобой. Ты можешь с ней посидеть? Спасибо. Сейчас подвезу. Аня? Да. Вот чемодан Никаса. Спасибо большое. А что, Никас сильно занят? Да, очень. Он тяжелый? Как вы с ним справитесь? Нет, ничего. Не перекусите. Спасибо. Пусть Никас позвонит мне, как сможет. Ну, хорошо. Может, все-таки помочь? Спасибо. Ну, и что? Перестроиться боишься? Что? Простите. Да это я не вам. Вон Бэха сзади. Едет и едет. А давно она за нами едет? От самого банка. У вас, кстати, муж не ревнивый, случайно? Нет. То есть, у меня нет мужа. Вот здесь остановите, мы приехали. Как скажете, барышня. Спасибо. Спасибо. А они, наверное, и меня допрашивать будут. Мы за минуту такое алиби настряпали. Ты-то че? Какое алиби? Ну, как следователь пришел, стал расспрашивать, кто где был. Я сказала, что мы с Анькой в клубе были. Спятила? А что мне оставалось делать? Я же должна была как-то подругу защитить. А если они выяснят, что вас в клубе не было, что тогда? Да, брось, там такое количество народу, это вообще нереально. Ну, я же говорил, не было их там. Телефон Макеевой. Есть. Вызывай. Слушай, я вообще не понимаю, чего ты ее защищаешь? Ведь это она сделала. Она не могла. А кто еще, Лена? Они оставались вдвоем. Накануне поссорились. Она его ревновала. Все ясно, как день. Макс, а ты и меня кинешь, если что? Если ты на меня с ножом кидаться будешь, да. Спасибо, что предупредила. Лен, ну ты-то не глупи, а? Отвали. Лен. Сказала, отвали от меня! Алло. Да, здравствуйте. Это я. Хорошо, я сейчас приду. Макс! Макс! Ну, давай. Папа! Папа! П espa! Поехали. 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 Бедненький замороз на верх. Чему вы плачете? А что? Чему вы плачете? У вас что-то случилось? Мой папа очень сильный и очень настоящий мужчина. Он может вам помочь. Его позвать? Нет, не надо. Просто меня предал один человек, и мне очень обидно, поэтому я реву. А ты моя соседка? Да. Меня Аня зовут. А меня Анюта. О, так мы тезки. Нет, мы не тезки. Я не Аня. Я Анюта. Так, а ты что здесь делаешь? Холодно же, а? Здрасте. Здрасте. Ну-ка, сиди там от мамы опять получше. Это ваша дочь? Нет. Моя жизнь – мое сокровище. Что у вас случилось? Нет, ничего. Сметанки? А что не ешь? Она плакала. Кто она? Тетя на балконе. Ее обидели. Да, и сейчас нелегко. Ты не хочешь ей помочь? Ты же настоящий мужчина, а не то, что этот мамин Эдик. А настоящий мужчина женщину в беде не бросит. Пойдем со мной. Пойдем со мной. У вас все в порядке? Нет. А что случилось? Да, я просто узнала, что Никасу, оказывается, на меня плевать было. Впустишь? Пожалуйста. А что это? Осторожно. Это вешалка. Похоже на речку? А у вас там печенье, можно? Да, конечно. Какая ты наглая. Давай только одно, у тебя аллергия. Помнишь? Я сама пекла. А чем ты в этот занимался? Какого? Никас. Программистом был. Пап, я взяла две. Нет, одну я сказал. Ну да, я все понять пытаюсь, что люди приходили, что они спели здесь. А на какой фирме? Он с многими фирмами сотрудничал. Ясно. Программист, обработка данных. Да, скорее всего так. Информация это очень ценная вещь. Может он что-то такое накопал и… Ну, насколько я понимаю, он все же больше занимался защитой этих данных. Ну, возможно, он получил доступ к чужим секретам. Возможно, даже к секретам финансовым. В общем, надо найти то, что он накопал. Я ничего не понимаю. Я даже не знаю, что искать. Я тем более. Ну и что, что у нас нет на камерах? Мы могли попасть в слепую зону. А есть еще показания администрации. Вас никто не видел. А вы вообще в клубах бываете? А вы сходите. Сходите и посмотрите, какое там количество народу. Я не удивляюсь, что нас не запомнили. Вот. Уголовный кодекс. Статья 307. За лжесвидетельство. Ознакомьтесь. Я вас умоляю, не нужно меня вот этим пугать. Можно я пойду, мне уже здесь сделать? Присаживайтесь. Андрей Григорьевич, тут это… К вам доброволец. Присаживайтесь. Садись. Лен, я подумал, так лучше будет, если я правду скажу. Значит, вы тоже были в тот вечер в квартире Васильковой? Да. И ни в какой клуб мы не ездили. Так, скажите, пожалуйста, а вы не припомните, не ссорились ли Михалик с Васильковой? Было. Никас вышел в коридор позвонить, потом вышла Аня. А когда мы с Леной вошли, она на него кричала. Скажите, а могло бы так, что Василькова настолько разозлилась на Михалика, что могла его убить? Слушайте, вы такие вопросы задаете? Не знаю, может быть. Тебя нужно было Павликом назвать. Морозовым. Лен. Зря вы так. Он ведь вас защищает. Ага, сейчас. Скажите, а кто еще был в квартире в тот вечер? Аня на родители. Ленусь, ну неужели ты не видишь очевидного? К тому же я Аню не осуждаю, и суд наверняка примет во внимание то, что она была в состоянии эффекта. Правда? А у вас есть координат родителей? Нам пришлось действовать тайно, чтобы никоим образом не бросить тень на банк. Алексей Владимирович, вы же понимаете, дело-то интимное. Ваши методы меня не интересуют. Мне важен результат. Что с этой девушкой? Она в курсе? Непонятно. Может, нет. А может, врать умеет хорошо. Да она просто денег хочет наварить. Ладно, а сосед? Любовник, что ли? Пока нет точной информации. Скорее всего, они вместе работают. Никаса убили, товар забрали, а теперь попробуют его сбыть. Версии здесь выстраивать буду я. А ваша задача найти информацию. И быстрее. Мамуль, да нормально все. Ну что голосок у тебя такой? Нет, у меня не огорченный голос. Я просто устала. Анечка, мы за тебя волнуемся. Скажи мне, как там папа? Сегодня обжег ходил. Пришел и лег. То ли давление, то ли сердце. Дала я ему валидол. Вон лежит, кивает. Привет тебе передает. Мам, я тебе перезвоню, ладно? Хорошо. Простите, пожалуйста, я, наверное, ошиблась. Не ошиблась. Мне нужен Никас. Жил он у мамы, крутил с Мариной. А потом еще и с Аней. Чемодан свой у меня оставил. Чемодан? А где он? Только его Аня забрала. Ага. Спасибо. Нет, я туда не могу. Там все произошло. Что я? Как же так, а? Я же только вчера с ним по телефону разговаривала. Это кошмар какой-то. Бывы нету. А вы ему кто? Я ему кто? У нас все серьезно было. Мы неделю назад заявление подали. Расписаться должны были. А вот ты ему кто? А я с ним живу. Ну, жила. А может, это ты его убила? Из ревности. Узнала обо мне и убила. Это что? Я даже не знала, что у него кто-то есть. А может, это вы его убили? Вы следили, залезли в квартиру и убили? Точно. Господи, что я несу? Простите, пожалуйста. Ника сочеря мне сказала, что он сестре помогает. Тебе, значит. Ну, конечно, ни в какую сестру я не поверила. Особенно, когда я этот чемодан увидела. И когда ты пришла, решила, что он у тебя прячется. Я у него билет электронный нашла на одного человека. На одного? Угу. Ах, же Заяц. Никого. Ну что, придется по старинке? Без хозяев? Без хозяев. Без хозяев. Опять вы? Мужик, не лезь, не свое дело. Слышишь? Ты уже достал. Занимайся своим делом, понял? Все, уходим. Во что ты опять связался? Постой, Оль, все нормально. Где дочь? Дочь спит, Оль! Пошли по черному ходу. Оль! Одевайся! Я за тебя так испугалась тогда! Мы все это прошли! Адвокаты, суд! Я больше не хочу! Одевайся! А Анюта, ты о ней подумал? Медведевич, пойдем! Давай денемся! Пропусти, отец! Мама, пожалуйста, оставь меня с папой! Мама! Здрасте! Папочка! Папа! Я из-за вас ребенка потеряю! Из-за меня? Да, из-за вас! Ваши молодчики приходили! Они не мои! Мне все равно, как вы относитесь к полиции! Но либо вы сообщите, куда следует, либо это сделаю я! Вот и сделаете! Это распоряжение директора! Что вы хотите от меня? Да мы хотим, чтобы именно Гарин остался! Понимаете? В вашем клубе это лучший тренер! Если директор этого не понимает! Это не моя компетенция! А чья? Что это он должен решать вообще за это? Вот что здесь происходит! Мы хотим, чтобы Гарин остался! Да! Я не обвиняю пока вашу дочь! Мы хотим во всем разобраться! Что вы можете сказать о Николае Михайлике? Мерзавец! Глеб! То есть вы косвенно подтверждаете, что погибший мог нанести душевную травму вашей дочери? Вот не надо только передергивать! Андрей Григорьевич! Я тут встретился с девушкой Михайлика! Ну, с той, которая беременная! Большое тебе спасибо! Так у Василькова железный мотив для убийства! Можно брать ордер на арест! Выйди отсюда! Подожди меня в коридоре! Слушаюсь! Вы что там шьете моей дочери? Какой еще ордер? Я сам бывший военный! И мне лапшу на уши! Вешать не надо! Оля, поспокойся! Здесь во всем разберутся! Я не позволю делать из своей дочери козла отпущение! Вы он уже мысленно дело закрыли и на полку положили! А у меня есть друзья! Так! Знаете что? Давайте без угроз и без истерик! Да спешитесь вот здесь! Я вас попозже еще раз вызвал! Ничего подписывать я не буду! Как хотите! Ваше право! Да и карандаши, бумагу пусть порисуют! Анют, веди себя хорошо! Я постараюсь побыстрее! Пойду поищу тебе карандаши! Чай, кофе будешь? Печенье? Нет! Смотри! Это кредитная карточка! Мы пойдем в банк и снимем с нее деньги! Будем очень-очень богатыми! Мы едем вместе с папой! Алло, папа, прости, я не успела подойти Ань Ты что? Тебя арестовывать едут Глеб Что? Ты? Ой, тихо Спрячься где-нибудь Мы потом тебе Помогите Деньги вышли К телефону Не подходи Глеб Алло, папа Пап, алло Черт, не успели по хате пошарить Ладно, не дергайся Давай посидим, понаблюдаем Может, чего интересного Увидим Я хотел извиниться, что я сорвался на тебя Меня сейчас завестуют Возьми паспорт и куртку Быстрее Участковый, хозяй квартиры уже идут Андрей Григорьевич, ну извините Не знал я, что это родители Всельковой Когда не знаешь, молчать надо Ну что, что мне теперь делать, скажите Здравия желаю Значит так, после ареста подозреваемый Ключики заберет себе А сейчас посмотрите, что в квартире изменилось Или пропало Да что же толку Пойдем Вся репутация к черту А девушка такая приличная была Даже не накрашенная Они же меня все равно найдут Не найдут Билет на одну персону в один конец Вот так, коллега Да Ревность страшная сила Следователь Горохов Хотелось бы поговорить Я хотел задать вам несколько вопросов По поводу вашей соседки Вы случайно не знаете, где она? Понятия не имею Ну, может быть, видели, как она уходила? Ну, или слышали что-нибудь там Шум, драка, скандал Я ничего не видел и не слышал абсолютно Это доченька оставила Гостила у меня Один же весь? Да, один Если это все ваши вопросы, я вас прошу Мне надо собираться Я говорю же, вы не горите желанием вымочь слезть? Абсолютно никаким Я из этого сегодня работу потерял Ладно Так вы не один? Нет, не один Послушайте Я ведь с ордером приду Я буду ждать Алло, да, мама, я слушаю Анечка Что, нельзя было телефон выключить? Успокойся Успокойся Я не могу сейчас говорить Я... Тут у нас Беда такая У отца сердце прихватило Мы сейчас в больнице Сказали инфаркт Что? Ты... Ему помогли? Врачи что-нибудь сделали? А вот сейчас Решается, нужна операция Или без нее можно как-то обойтись Значит так Глаз в объезду не спускать Появится подозреваемая Арестовать А если с ней будет качок Стриска под ноль Или повыше у меня роста Тоже берите Понял Ну, аккуратно Не, не прорваться сегодня Ну, что значит Сегодня в пролете Что случилось? Папа у него У него Сердце часто поколол А у него инфаркт Он жив? Да Слава богу У нас другая проблема Полиция там и там У вас из-за меня будут неприятности Да, это ерунда Уходить надо Сумку бери А может, ты на крыше порезал? Ты что, высоты боишься? Да, очень Ну, что, Маш, останешься? Нет, я не могу Я боюсь Не смотри вниз Просто делай То, что я тебе говорю И смотри на меня Поняла? Нет, правда Мне очень страшно Просто делай то, что тебе говорят И все Не надо со мной так разговаривать Иди сюда Иди сюда Пожалуйста Не бойся Аккуратненько Аккуратненько Ручкой держись Ножку опускай Давай, давай Я тебя страхую Понимаешь? Все, молодец Давай еще Давай Ручки, ручки опускай Нет, нет Стой, стой, стой Я с тобой Давай Аккуратненько, медленно Никуда не торопись Главное, чтобы менты первыми товар не нашли Что-то мне подсказывает, что товар уже перепрятали Эта парочка точно спелась У меня интуиция, знаешь, как работает Ну, а шефу мы что покажем? Интуицию твою? Опа Вот же они Давай за них Ну, урод, дорогу перекрыл, а Давай Какого черта ты тут стал? Обратите Быстрее нашли Стой, стой Давай обратно в машину Какой ты кошмар У меня друг в Европу уехал Ключи от дачи оставил Можно у него пересидеть У меня папа в больнице Я должна к нему поехать Там и тебя и возьмут Или полиция, или эти Двое Ну, что, едем? Едем Нас, наверное, уже в розыск объявили Пару дней пересидим здесь Подумаем, что дальше делать Да что мы можем сделать Что? Будем сидеть Новости по телевизору смотреть Меня все равно поймают Ну, а что, лучше в Кубе эти протоколы подписывать? Ну, а что лучше? Симка, что сделала? Вытащила, как-то ей сказал Давай сюда Зачем? Давай Ну, нет У меня у отца инфаркт И должна хотя бы знать, как он Я не отдам Я не отдам А ты чего такая загадочная? Слушай, случилось что? У меня для тебя новость Мы выиграли тендер на строительство Будем строить завод в Омске Угадай, кто будет руководить строительством Так что готовься к сибирским морозам То есть, как? Это прямо сейчас переедет? С пятого я полноправный руководитель проекта А как же моя работа? Ну, послушай Тебя с твоим резюме с руками на лимитару У меня тоже есть для тебя новости Внимательно Я беременна, Эдик Я беременна, Эдик Ух ты Ух ты Как же я чури Я тебя тоже Ты аккуратней Лучше выплюнь Слизистую обожжешь Слизистую Ты врач, что ли? Ну, вообще я училась на врача Ты же вроде дизайнер Да в дизайн меня Ленка потянула, подружка Она строгановку закончила Ну, и периодически меня доставала Мол, что тебя ждет в этой больнице Зарплата никакая А у тебя мышление нестандартное Ну, судя по вешалке, да Более чем Да мне просто интересно было В итоге вуз бросила Что ты как-то без огонька об этом говоришь Ну, неправда На какого врача училась? Ортопед Что? Я вот иногда думаю Хороший бы из меня ортопед получился Знаешь, на дизайнера ты не очень похожа А на ортопеду очень даже да Держи, остыла уже За Слизистую можешь не беспокоиться Спасибо До здоровья Это, конечно, хорошо Но Анюта будет скучать по отцу Все-таки другой город Оль, ну, дети всегда скучают По друзьям, по бабушкам Сейчас есть мобильники, скайп Возьмет и позвонит отцу Это все не то Нет, Эдик, я, конечно, не против Но я просто не знаю, как Анюта это все воспримет Оль, послушай, ну, давай предоставим Анете право решать Где и как нам жить Давай не будем утрировать А я не утрирую Я говорю, как есть Есть номинальный отец Вечно занятая мать И чужой дядя Который заставляет вовремя ложиться спать Но мы действительно очень мало времени ей уделяем Но сейчас мы сможем уделять ей намного больше времени Я буду получать столько, что ты сможешь не работать И все время проводить с детьми Да это хорошо, но... Оль У нас появился шанс устроить свою судьбу Тем более скоро появится маленький Может быть пришло время перелистнуть страницу? Я просто хочу, чтобы мы были счастливы Наша семья Я тоже хочу Тогда надо готовиться к веезду ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держи Спасибо Спасибо Если папа умрет, я никогда себе этого не прощу ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не переживай, обойдется всех Я уверен Вчера видели Василькову Ну, женщину по приметам похожую на Василькову С каким-то мужиком спускалась по пожарной лестнице Их соседка, которая гуляла с собакой, заметила Угу А примета мужика у тебя есть? Конечно Похоже, что это... Гарин Да, похоже Ну, и что было дальше? Ну, дальше они спустились, пошли к машине Но, по словам соседки, из другой машины выбежали двое И побежали к Василькову и Гарину Но не догнали их И те уехали Вот как? Объявляй в розыск Есть Да, пахнет вкусно Сквардацкой Все пригорает Я еды купил, питья и две новых несимки нам обоим Я думала и вишницу пожарить, яйца в холодильнике нашла Не знаю, может масло плохое? Масло хорошее? Это как ты определил? Ну, если хорошее масло лежит в холодильнике, оно густеет Это погустело Ну, значит я такой повар Так Сейчас будет мастер-класс Ну-ка Мой Пробили номера машины Выяснили, что хозяин некто Иван Гарин Капитан спецподразделения, краповый берет Вот как Сейчас на нем условное, три года Избил командира Тот вроде бы отказался выводить гражданских То есть местных С места операции Даже кто-то погиб Жена с ним развелась, но с дочкой общается Что еще? Ну, судя по машине, да и вообще он не шикует Если только это Аня ему не посурила легких денег За то, чтобы он ее подстраховал, так сказать Ну, может и так С дочкой, значит, общается Приятного аппетита Какая красота Что? У тебя что, колено молит? Нет Менеск? Я посмотрю Отстань Ну, я почти ортопед Да, врачи сустав собрали, слава богу Бывает болит И как часто бывает? Ну, если погода меняется Или там, повернусь неудачно Очень болен? Нет За день расходится Да какое расходится? С этим к врачу надо и побыстрее Ну, хотя бы для начала блокаду поставить Я аспирин выпью И все И все День добрый, Ольга Геннадьевна Вы откуда меня знаете? Вы же общаетесь со своим бывшим мужем? Дочка и все такое А при чем здесь моя дочка? В общем, передайте ему И в его же интересах позвонить как можно быстрее Чтобы избежать неприятностей А что за неприятности? Мы ждем звонка Всего доброго Алло, пап, это я Доченька Как ты себя чувствуешь? Как сердце? Что врачи говорят, операция будет? Все нормально, Анечка Надеюсь, что обойдемся без операции Лучше скажи, как ты Я в порядке, со мной все в порядке, правда Я звонил-то, предупредить хотел Да, конечно, я поняла, спасибо тебе, ты такой молодец Ты не волнуйся за меня, мне помогают Помогают? А кто помогает? Ну, один человек, ты его не знаешь Ну, это хорошо, что помогает Надеюсь Не такой же, как Твой Ой Прости, Ань Нет, папочка, не волнуйся, он хороший Я вам очень сочувствую, но Давайте мы с вами будем придерживаться фактов и конкретики Он упоминал какие-нибудь компании, фирмы Ну, недели две назад он спросил, обслуживаем ли мы компанию «Моргана» Ага А вы это… Наш отдел Мы обслуживаем юрлица Понятно И я сказала, да, обслуживаем Спросила, зачем Ника Сует А он что? А он сказал, что Просто так интересуется Друг у него, что ли, в этой фирме Понятно Моргана Это все А теперь Я хочу закрыть эту страницу своей жизни Да, конечно Спасибо вам большое Ну, если что вспомните, звоните Ну, конечно А чем ты занимаешься? А тебе зачем? Ну, так Интересно Я инструктор Какой инструктор? Веду женские группы по самообороне Серьезно? Абсолютно Странно Что странно? Ну, так, ты не похож на инструктора А на кого похож? Ну На кого похож? На бандита-то похож Ну Что-то есть криминальное Слушай, а ты мне можешь показать какой-нибудь приемчик, чтобы я так Раз И все Никогда не при на пролом Главное, обмани врага Дрова собери и принеси в дом Алло К вам пришли Добрый день Вы по какому вопросу? А вы кто? А вы Начальник службы безопасности Пронин Начальник службы безопасности Пронин Очень приятно, господин Пронин А я могу я побеседовать с господином Каряковым? Что ты делаешь? Ну, мы же симки поменяли Хочу узнать, может звонил кто А я тоже хочу Нельзя Нельзя Алло, Оль, привет, это я Что случилось? Что за номер? Ты скрываешься? Прячешься? От кого? Во что ты влез? Твои бандиты добрались уже и до меня Они грозились, что будут неприятности, если ты им не перезвонишь Они о Ванюте знают, понимаешь? Номер продиктуй мне Как ты с ними связался? Как? Оль, продиктуй мне номер, пожалуйста, и не лапай визитку, хорошо? 3229988 Банк Пустинвест, служба безопасности Хорошо, номер я запомнил, теперь возьми визитку, положи ее в пакет Это может быть важным вещдоком, поняла? А если они снова придут? Тогда вызови полицию, отдай им визитку, а сейчас я сам попробую, ладно? Может сейчас уже вызвать полицию? Нет! Что случилось? Ничего, до моей дочери добрались эти уроды, назначим встречу Петр Романович, к вам Добрый день, следователь Горохов Вы имели дело с Николаем Михаликом, системным администратором? Простите? Николаем Михаликом А что, должен был? Во всяком случае, он знал о вас Даже интересовался счетами фирмы Моргана Ну что вы, какие счета? Я уже полгода банкрот Вот вынужден охрану содержать Через день обиженные врываются То есть, вы Михалика не нанимали? Нет, нет Ясно Если что, вспомните? Конечно, конечно Извините, что ничем не мог помочь Саша, проводи ее, пожалуйста Спасибо, я найду дорогу Ну, что это все значит? Видимо, сплыла информация Петр Романович, я думаю, ничего страшного Ничего! То есть, информации нет, зато менты есть А ты понимаешь, что все должно было быть наоборот Я понял Исправим В твоем новом телефоне всего два номера Мой и Ольге Никому не звони, особенно родителям Если кого-то ищут, первым делом через них Поняла? Если я до вечера не вернусь Позвонишь Ольге, попросишь у нее визитку Вот этого пуст инвеста Отвезешь в полицию Если отпечатки с визитки совпадут с отпечатками в твоей квартире А ты? Что я? С тобой же ничего не случится Все будет хорошо Обещаю Пока Извините, секундочку Сейчас Алло Лен, привет, это я Господи Ань, ты где? Ты в курсе, что тебя разыскивают? Ань, я тебе предлагаю пойти, добровольно сдаться Хватит Ты с ума сошла? Нет, это ты с ума сошла Ань, мне не очень удобно разговаривать у меня клиента Давай сделаем так Так ты мне сейчас скажешь адрес и я к тебе приеду, хорошо? Не дергайся, где второй? Я, я один приехал Что надо? Информация Какая? Финансовая У твоей соседки должна быть Такая важная, чтобы ее пацана завалили? Это не мы Мы ему наоборот денег предложить хотели Чуть не задушил Извини, раньше не мог Этот заметил бы Давай Ань, слушай, я еще замуж за него хотела Лен, перестань Он испугался просто Анечка, дело-то не в этом Он вообще о чем думал? Этот болван вообще о чем думал? А если бы вы меня обвинили в этом лжесвидетельстве? Эти мужики, это же просто все Ненавижу Не все Нет, ты-то у нас вообще молодец Доверилась непонятно кому Ань, ты хоть что-нибудь знаешь про этого Ивана? Он был в горячих точках. Теперь все стало ясно. У него сто процентов есть какая-нибудь травма. Лен, ты из-за своего Макса всех так судить будешь? Этот козел, этот подлец, этот манер? Да, Аня, потому что они все такие! А ты все души себе травишь. Лен, ну ты хотя бы что-нибудь узнала, что им нужно? Я нашла свою флешку, но там ничего, я не знаю, что искать. А ты подумай хорошенько, если они до сих пор за тобой гонятся, значит, вот этот вот оставил какую-то информацию у вас дома. Он мне, кстати, тогда эту Ромку подарил. Тут карта памяти есть. Давай проверим. Компьютер неси. Он там не помню случайно. Да живой, скоро очухается. Очухается. Только как с ним говорить-то? Бешеный. Ну попробуем как-нибудь. Как-нибудь? Да он вообще и берегов не видит. Да? Ну давай тупо в лес отвезем, и там по почкам, а? Это уже статья. Не те деньги нам платят. Вот именно. Давай тогда тупо бабосов предложим. Так. Это точно не фотки. А когда созданы? Сейчас. Вот. Это накануне убийства. Надо Ивану сказать. Аня. Да. Алло, Иван, мы, кажется, нашли то, что они искали. Здесь файл. Алло. Алло, ты меня слышишь? Нет, он не слышит. Он без сознания. Это кто? Нева. Сейчас ты подрываешься и везешь то, что нашла туда, куда я тебе скажу. Поняла? А что с Иваном? А это зависит от тебя, девочка. Ань, ты что, с ума сошла? У меня нет выбора. У тебя есть выбор. Звони в полицию и расскажи все. У меня где-то там в сумке, не знаю, визитка была этого следователя. Он мне давал. Он меня сразу арестует. А пока будут разбираться, те двое убьют Ивана. Ты понимаешь, что это не твои проблемы? Он сам туда поехал. Мои. Это я его туда втянула. Вот это вот. Твоё единственное алиби. Я должна это сделать. А ты меня отвезешь. Я? Да ты, у меня нет времени на такси. Пожалуйста, Лен. Какая ты все-таки дура, Аня. Может, лучше пристегнуть его где-нибудь в подвале, пока вопрос с девкой решаем. Я за это не впрягался. Не те деньги. Ну что, погнали? Поехали. Ты с кем больше хотел бы жить? С мамой или с папой? С бабушкой. Она мне обещала ферраль купить. Вот такую. На радио. А я с папой. Мама всегда на работе. А дядя Эдик мне не нравится. А у меня знаешь, что есть? Что? Вот. Там знаешь, сколько денег? Ну и что? Всё. Я ухожу к папе. Принеси мой рюкзачок. Он там, в моём шкафчике. Куда? До второй этаж. Кабинет заведующей. Вторая дверь направо. Принеси мой рюкзачок. 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 Вы кто? Я и с полицией, мы проводим следственные действия. А вы кто? Я мать Ани. Почему она не отвечает на звонки? Извините, дальше нельзя. Где Аня, я не знаю. Я не верю, что Аня могла убить. Глеб, кстати, тоже не верит. Простите, а Глеб это кто? Глеб это мой муж. Глеб, а не на отец. Он теперь в больнице. Между прочим, из-за полиции. Ну, здесь аж так в самом деле просто обвинить человека. Больница-то хоть хорошая? Хорошая. Вторая. Лучшая кардиология. Что теперь делать, ума не приложу. Вы меня извините, но вам нельзя здесь находиться. Ань. Аня, 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 подожди. Ань, ты уверена? Да. Аня, я тебя очень прошу, поехали отсюда. Нет. Слушай, я тебя тогда здесь буду ждать в машине и все. Не надо меня ждать, Лен, уезжай. Пожалуйста, если у тебя будет время, загляни к отцу. Слушай, а что я ему скажу, что ты поехала на встречу с бандитами, да? Ты с ума сошла? Скажи, что у меня все в порядке, я на даче, мне помогают. Пожалуйста, подбодри его. Аня, поехали отсюда. Алло. Восстание привела? Нет, я одна. Я правда одна. Давай, иди прямо. За трубой увидишь дверь. Дверь? Да, вижу. Эй! И так? Что и так? Время теряем. Где Иван? Что с ним? В порядке твой, Иван. Давай там, что там там, флешка. Я вначале хочу видеть Ивана. Слышь, родная, мы сказали, нам твой Иван даром не нужен. Давай. Надо проверить. Туз есть. Ага. Так вы скажете, где Иван? Я же все отдала. Спокойно. Не хуже. Ну и отлично. Копии где? Какие копии? Я не делала никаких копий, честное слово. Ну и умничка. Поехали. Подождите. Подождите, а где Иван? Да позвони ты своему Ивану. Он, небось, соскучился уже. Здесь что? Эй. Сам не знаешь, как будто. Там записи. В отдельной папке. Нашла все-таки? Да. Молодец. Подъем. Вставай. Вы хаки разорезли? Слушай, отпусти его. Нам не нужны проблемы. Давай все по-мирному решим. Значит, не вы. Да мы этого Михалика и наняли. Зачем нам его убивать-то? А кто мы? Пустый инвестбанк. Один клиент объявил себя банкротом. А информация-то данная по нему. Точнее, по финансовым операциям этого должника. Может, вы Никасу платить не хотели, поэтому его и убили? Да не убивали мы. Если бы мы этим занимались, ты бы сегодня в парке и остался бы. Кто должник? Петр, Коряков, бизнесмен. Он убить мог? Да он все что угодно может. Лишь бы свое банкротство большевое скрыть. Ну, не сам, конечно. Наймет кого-нибудь. Давай, найм. На выход. Игрушечка твоя. Не подскажете, Васильков, в какой палате? Глеб Андреевич? Да. Третья дверь налево. Спасибо. Пожалуйста. Значит, говоришь, видела я ее с... Видела, видела, Глеб Андреевич. И у них там была с Аней все в порядке. Слышите? И, знаете, они там что-то нашли в роде алиби. Так что, я думаю, все будет хорошо. Слава Богу. Да, да, да. Будет младеется. Конечно. Ты еще к ним поедешь? Думаю, нет, но Аня сама скоро приедет и все расскажет. Вы, главное, управляйтесь. Она же за вас очень переживает, Глеб Андреевич. Ну, все будет хорошо. Поверьте мне. Вы только не волнуйтесь. Она никуда не могла уйти. Да вы с ума сошли. Аня! Доченька, Аня! Вы не волнуйтесь, мы ее обязательно найдем. Детки, детки, быстро, быстрее, быстрее, собирайтесь. Ребята, ребята, кто видел Анюту? Ну, вы же ее знаете, где она? Дети, дети, кто видел, куда пошла Анечка? Кто видел? Ты видел? Ну? Она сказала, что хочет жить с папой. Что? Она пошла к папе? Анюта, Анечка. Анюта, пожалуйста. Аня! Может, это было и не умно, но, по крайней мере, храбро. Молодец. Черт. Да, Оль. Ваня, Анюта пропала. Что? Я не знаю. Я не знаю, что делать. Я уже... Я не могу сесть за руль. Оля, успокойся. Она сказала, что хочет жить у тебя. Я... Я же все для нее делаю. Я беспокоюсь за нее. Я разрываюсь между работой и семьей. Ваня, помоги мне ее найти. Ну, что такое, а? Малыш, ты чего из садика убежал, а? Что случилось? Я хочу жить с тобой. Хорошо, но на уши-то. Зачем всех ставить, а? Малыш. Мама сказала, что мы поедем в другой город. Анюта! Ну, что ж ты делаешь, Анечка? Анюта, солнышко мое. Девочка моя. Все в порядке, а? Ну, что ты, с ума сошла, что ли, а? Да все, успокойся. Нормально все. Что нормально? У тебя всегда все нормально. А то, что ребенок один через весь город идет, это нормально. Перестань, 10 минут пешком здесь до садика. Давай, поехали, давай. Слушай, Оля, а что это за другой город? Что? А, ну, Эдуарду предложили возглавить сибирский филиал. И когда переезд? Четвертого числа. А когда ты собиралась мне об этом сказать? Ну, я собиралась тебе позвонить, я просто замоталась. Понятно. Что понятно? Что это моя дочь? Она будет жить со мной. Я тоже хотел тебе об этом сказать, просто замотался. Дочь, я позвоню в полицию, это похищение ребенка. Ты что делаешь? Ты же сама говорила, как я тебе надоела. Я? Я не отдам тебе Аню. Тихо! У меня есть деньги. Пошли. У меня есть вот что. Там, наверное, много денег. Можно посмотреть? Пронин. Кредитка. Кредитка. Откуда это у тебя? Нашла. Где нашла? Под холодильником. Я думала, она ничья. Под каким холодильником? У нее. Александр Пронин, ты его значил? Никакой кредитки под холодильником не было. Я перед новосельем всю квартиру вымыла. Значит, она появилась позже, в турач. Я вас очень прошу, пожалуйста. Она не виновата. Она вообще не... Она была вообще не в курсе. Улица и дом. Ну? Поливаю. Поливаю. Дом 15. В крови Михалика обнаружено повышенное содержание эфира. Я о том. Василькова жаловалась на головную боль. Помните? А это результат отравления эфиром. Так это объясняет ее крепкий сон в ночь убийства. Значит, в квартире кто-то еще был. Ну, может быть, она говорит правду? Может быть. А может, это Гарин пустил эфир? Да почему же? Если бы они были с Васильковой в сговоре, она сама бы дверь ему открыла. Так? Логично. И что теперь? В полицию карточку отвезу. Если бы Ронина и Киряков связаны, это все объясняет. Сразу понятно, кто заказчик, кто исполнитель. А мы? А вы будете дома сидеть. Один, два, пять, два, два. Алло. Алло, здравствуйте. Это Лена Анина, подруга. Да. Я знаю, кто убил Никаса. Вы где? Что? Он едет к ней. Он едет к ней туда, он ее убьет. Я вас очень про на даче у этого, у своего соседа. Да, диктуйте адрес. Киевское шоссе, улица. Когая улица? Улица Полевая, дом 15. Полевая? Да. Понял. Да. Извините, а не подскажете, а как на полевой улице проехать здесь? Это туда, 300 метров по прямой. Вам какой дом нужен? 15. А зачем вам 15-й дом? А, перепутал. 13-й дом. А, точно, 13-й. Это кто? Кот, не видишь, что ли? Ну, если честно, то нет. А знаешь почему? Почему? Потому что у него усов нет. Ну, вспомни, какие у котов усы? Длинные. Правильно. А еще они жесткие, торчат в разные стороны, как проволочки. Помнишь? Да. Ну, так нарисуй. Нет, меня только папа учил рисовать. Ой, мобильный. Меня не забыла в кармане. Папа! Стоять. Назад. На диван. Ну! Анечка, не бойся, это просто игра. Да, малыш. Только статки в ней очень высоки. Ты знаешь, зачем он пришел. Ну? Он нам не сделает, потому что мы знаем, кто это. Ты нашла его кредитку. Пронин? Угу. Вы же Пронин? Кредитка ваша уже в полиции. И они едут сюда. Ты не умеешь врать, девочка. Я повторюсь. Где информация? Там, сзади у вас фоторамка, там все. Сидеть. И там. Извините, а не подскажете, как на полевую 15 проехать? Полевая 15. Вы проехали уже. Теперь поезжайте прямо, потом направо и налево. Спасибо. Где моя кредитка? Кредитка? Никогда не при напролом. Главное, обмани врага. Она вон там, в ящике. Аня, беги! Куда? Папа! Очухался, герой. Я тебе все отдам, только их отпусти. Папа, спас! Ты мне не приказывай, а то я кредитку могу и на трупе найти. Папа! Да замолчи ты! Папа, папа, папа! На стол, только осторожно. Я умоляю тебя, папа, папа! Не ори! Папа! Умолкни! Подай карту. Карту подай! Так, если ты так настаиваешь, я начну с тебя. Ствол на землю! Отпусти ребенка и медленно ствол на землю. Ну! Хорошо, командир. Спокойно. Это тебе за мою дочь. Папа! Папа! Ай, малыш! Все живы. Дура ты слава. Работает ОМОН! Все на место! Не двигаться! Здесь чисто! Он свой! Чисто! Андрей Григорьевич! Ну, как вы? Как всегда, вовремя. А как Коряков вообще узнал, что банкиры наняли Михалика? Тут Михалик и узнал. Тот сам позвонил и предложил выкупить информацию. Угу. Видно, много запросил. Сто тысяч долларов. Да. Пытались как-то с ним торговаться, снизить цену. И хотя бы получить гарантии, что у пустой Нины не будет копии. Этот хипстер недоделанный. Стал что-то нервничать. Угрожать. Ну, о чем с ним можно было разговаривать? Угрожать. Ты кто? Ура! О! О! Ура! Disка! Это спереди! Ура! Ура! О! Если бы не эта карта, все было идея. А этот ничего лучшего не заслуживал. Одним шантажистом меньше. Ну, он-то возможно. А как насчет Васильковой? А что Васильковой? Мы уже не могли не понимать, что из-за вас она проведет за решеткой всю оставшуюся жизнь. Добрый день. А Ивана Гарина где я могу найти? Здравствуйте. У него операция на ноге была. Я тут подумала. Анюти действительно лучше с тобой. Пока ты в больнице, и я побуду здесь, а потом... Я не понял. Ты уезжаешь? Я уезжаю. А Анюта остается. Хризантемы? Анечка, привет. Их папа любит. Передай их папе, пожалуйста, от меня. Скажи большое спасибо. Ладно? Я думаю, вообще не придешь. Прости, я просто подумала, что так будет лучше. Кому лучше. Я теперь буду жить с папой. Я очень рада, что у вас все наладилось. Спасибо тебе большое. Мам. Мам, теперь с дядей Эдиком уезжают в Сибирь. Навсегда. Будешь к нам в гости приходить? Иires Perry, я не знаю. Потом он подожди. Я не хочу. Мам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok